Часто ли вы слышали такие слова? Готовы ли вы к пришествию Христа? Слышали? Ну, я хочу задать вопрос на зал. Поднимите, пожалуйста, руки. А кто готов? Хороший вопрос, потому что нам написано только одно. Бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час. Проблема в том, что... Я знаю, почему не подняли руки большинство. Давайте будем честными. Очень часто, очень часто, и это большая беда, которая сегодня есть в нашей среде адвентистской, я буду говорить прямо. Готовность к пришествию Христа связывается с уровнем нашей безгрешности. Правильно? Я вам задам вопрос. Руки задавать, поднимать не буду, просить. Но я задам второй вопрос. Когда я задал вопрос, кто готов к пришествию Христа, поднялись две руки. Потом поднялась третья рука, осторожненько. Вот. А те из вас, кто не подняли руки, наверное, думали, мы не готовы. Правильно? Нет. Есть среди тех, думали, что не готовы. А кто не готов? Хорошая мысль. Готовимся в настоящее время. А если... Ну, можете себе представить, что Христос придет буквально через час? Такое можно представить? Стрелуй. Видите? Ну что? 45 секунд, как в армии советской на подъем, на подготовку к пришествию Христа. Все зависит от проповедующего. Если подготовить, то... Правильно. Вот это хорошая стратегия. Вот. То есть, я вам скажу, почему на многие, на вопрос, готов ли ты к пришествию Христа, многие колеблются. Называется так. Мой хороший друг любил такую присказку у него есть. Хочет душа в рай, до грехи не пускает. Есть такое? Вот. И поэтому, когда поднимается вопрос... Ну, мы народ нормальный, мы народ разумный, правильно? Мы не харизматы. Это я к харизмату прихожу, спрашиваю, а ты, дорогой брат, грешный? Он говорит, нет, я безгрешный. Это учение харизмата. У меня все в жизни хорошо, я безгрешный. Вот. Мы, слава богу, не харизматы. Мы так не думаем. Потому что мы так не думаем, мы боимся. А вдруг придет, а я тут имею парочку-троечку скелетиков в своем клозетике. Знаете, такое выражение есть американское? Скелеты в клозете. Особо праведные, которые всех учат быть самыми праведными и становиться праведными. Еще Эллен Уайт писала в ранних произведениях. Те, кто учат перфекционизму, мне Бог показал, что у них столько тайных грехов, которые они любят и делают, и раскаиваться в них не желают. Но, надевая красивый костюмчик, они приходят в церковь и учат всех быть безгрешными. Вот это, к сожалению, есть такая беда. И у нас в церкви, и в среде христианской. Вот такое вот. Называется перфекционистское двуличие. Когда человек учит всех быть безгрешными, только не себя. Вот. Ну, есть те, которые учат и себя. Но это проблемно. Люди совершенно в другой стороне. Они настолько к себе предъявляют требования, что они чувствуют себя подавленными и живут в постоянном страхе неспасения, потому что они видят. Ну, страхи перед своим грехом. Тоже скажу одну мудрую мысль, что говорит Эллен Уайт. Может, говорит она так, и неоднократно записано было в ее разных этих... Ну, мне эта фраза, ну, очень нравится. Чем ближе мы приближаемся ко Христу, тем лучше мы видим, кто мы такие. Понимаете? Ну, и тут проблема, которая очень важная, чтобы ее понимать. Да? То есть, если мы видим себя лучше, кто мы такие, ну, мы на правильном пути, друзья мои. Мы на правильном пути. Так вот Эллен Уайт такое высказала мнение, и я считаю, оно хорошее мнение. Потому что... К чему это мнение? Наша готовность к пришествию Сына Человеческого, который придет как? Помните, как Библия говорит? Как написано старорусским языком? Как тать ночью, да? Как ночной вор. То есть, как тать ночью. Неожиданно. Наша готовность, она не зависит от того, что вот мы засекаем время, сколько часов мы можем продержаться, не согрешивши. Это глупые вещи. Не занимайтесь таким. Приближайтесь ко Христу и видите себя, какие вы есть, но приближайтесь ко Христу. В чем сегодня, как говорится, хочу порассуждать с вами, это как подготовиться к событиям, которые будут перед пришествием Христа. Понимаете? К сожалению, не избежать этих вещей, не избежать того, что хотим мы этого, не хотим, но перед пришествием Христа будут события, понимаете? И дай нам, Господь, духовной мудрости и сознания, и знания Писания, чтобы эти события нам правильно распознать. Потому что одно из орудий, которые будет использовать дьявол в самое последнее время, и не будет, друзья мои, а использует уже, как вы думаете, какое самое сильное, эффективное и уже давно действующее оружие, которым дракон, дьявол, сатана воюет против сохраняющих заповедей Божьих, имеющих свидетельство Иисуса. Какое оружие, как вы думаете? Ложь. Помните, что сказал Иисус про сатану в Евангелии от Иоанна, 8 глава? Зацитируйте мне. Он лжец и отец лжи. Правильно? Поэтому первое, к чему нам нужно быть готовыми, это чем ближе пришествие Христа, и еще скажу так, чем ближе события, которые происходят перед пришествием Христа, тем больше будет лжи. Тем больше будет лжи. Как нам подготовиться к тому, чтобы противостоять? То есть первое, что нам нужно быть готовыми, это нам нужно быть готовыми противостоять сатанинской лжи. Как нам противостоять сатанинской лжи, и чему учит нас Иисус? Давайте вместе с нами, вместе откроем, покажем на экране, Евангелие от Иоанна, 17 глава. И давайте прочитаем с 14 текста. Иисус молится за своих учеников. Длинная такая молитва в конце проповеди. У Иисуса, то есть Евангелие записывают три основных проповеди Иисуса, которые Он дает. самые такие, я так называю, фундаментальные проповеди Иисуса. Их три. Первую вы знаете, самую известную, какая? Нагорная. Она фундаментальная, она большая. Где находится? Матфея пятая, шестая и седьмая. Вторая проповедь, какая самая фундаментальная? Подсказывают, тоже Нагорная. Только на какой горе? Нет. Нет. Или он, как сказали, 24 глава. На какой горе говорит Иисус? Евангелие от Матфея начинается с того, что Иисус проповедует на горе и заканчивается тем, что Иисус проповедует на горе. Только та гора возле, гора блаженств называется сейчас, кто был со мной, помнит, а та Елеонская. И есть третья фундаментальная проповедь. Это там на вечере, на Седере. Ее евангелисты, синоптики не пишут. Ее записал евангелист Иоанн. Иоанна с середины 14 главы и до конца 17. Это самая последняя проповедь его, самая важная, очень фундаментальная. И вот чем он завершает эту проповедь. Вот оно, завершение, очень важное. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Так. Все правильно пока, да? Мир плохо. Иоанн противопоставляет свет, который несет Иисус, и тьму, которая в мире. Так. Мир, не познавший Иисуса, это тьма. Ну вот, давайте посмотрим 15 текст. И здесь очень важный момент. Не молю, чтобы ты взял их из мира. Понимаете? От того, что мир – это плохо, и это тьма, Иисус говорит, «Я не молю, чтобы ты забрал их из мира». Понимаете? Он Иисуса воля в том, чтобы мы находились в этом мире. Знаете, я начал свое служение церковное с такой работы, которая была мне, повлияла на меня, на всю мою оставшуюся, продолжающуюся жизнь. Я был переводчиком евангелистов. Я не знаю, помнит ли меня кто-то в этой, как говорится, в таком качестве. Да, 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 да. Правильно, правильно, правильно. Запорожье, Кривой Рог, Донецк, Макеевка, Краматорск, Мариуполь, Черкассы, Киев. Это было замечательное время. Сотни и тысячи людей приходили. Вот этот разбомбленный театр в Мариуполе. про который там не будем называть товарища, сказал, что там террористы были. Там дети было написано. Вот этот театр в 93-м году осени с лихафом три раза в день собирал по сколько там 600-700 мест было в зале. три раза в два, в шесть и в восемь. Я уже был такой уставший на третий, что я говорил лихафу, пастор ли, ты знаешь, первое, когда два часа твоя проповедь звучит, мне она очень нравится. Ну и мне проповеди очень тогда помогали. Я был совершенно молодым начинающим. Его проповеди меня учили тоже проповедовать немножечко. Перевод помогал мне в этом. Говорит, когда я слушаю в шесть часов перевожу тебя, ну мне очень нравится, я закрепляю полученные знания. Но в восемь ты можешь не приходить, я уже все помню. Я сам все скажу, что ты сказал в абсолютной точности передам. Хорошее было время. большие города, промышленные центры, рабочие, интеллигенция, учителя, инженеры, все приходили слушать Слово Божье. Церкви образовывались. А потом в девяносто четвертом году Бог помог мне попасть на магистерскую программу здесь, в Мичиган, в университет Андрюса. И я начал знакомиться с разными людьми. И вот однажды одна семья пригласила нас после церкви к себе пообедать. Ну, мы поехали. Едем, 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 едем. Уже с Мичигана в Индиану попали. Какая-то дорога узенькая, асфальтовая, двухполосная. Потом она вообще превращается чуть ли не в проселочную дорогу. Подъезжаем туда. Уже гравий пошел там, думаю, что же он проедет, может, загрузнет, да, первый раз. Заезжаем посреди леса, а у него там домишко неплохой. Неплохой. Вот. Но среди леса красота. Он пресвитер в церкви. Говорит, я себе специально построил так, что когда будет закон о воскресном дне, чтобы мне было куда отгонений скрыться. Понимаете? Псалом 138 хочется таким людям прочитать. Знаете? Давайте откроем. Седьмой текст. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо ты там?» Обратим внимание дальше, что написано. «Сойду ли в преисподнюю ты там? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря?» Что подразумевается дальше? «И ты там». Вернее, «И там ты», так легче сказать, правильно? «И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница, твоя?» Скажу ли, может ли, тьма сокроет меня и свет вокруг меня сделается ночью. Ну, и тьма не затмит от тебя. Понять? То есть куда бежать? Интересные разговоры в нашей русскоязычной комьюнити происходит. Я заметил, как поменялась риторика в церквах. Ну, в 90-е годы, ну, там, сел человек, поехал в Америку. Ну, поехал и поехал. сегодня слышу разговорчики. Ну, как я-то слышу? Я хорошо все слышу. Я как что-нибудь на ютюбе скажу. Такие разговорчики услышу. подумаю, куда я попал? Они шо там на партсобрания ходят? Я эти речи, риторики на комсомольских собраниях слышал, в школе ходил. Я ж, понимаете, неверующий же был. Я ж был комсомолец искренний. Я в райком ездил, в обком ездил, все это слышал. Вот предатели уехали. Это, знаете, как называется? По-простому. Жаба. Вот. А здесь разговорчики. Ну, это то, что я в церквах слышу. Потому что те, у кого жаба там, они на совесть давят тем, кто здесь. И те, кто здесь, особенно приспособиться к этой жизни сложно. Там, понимаешь, делал хороший бизнес, хорошие деньги. Здесь пришел плитку, ложишь, горбатишься, понимаешь, жизнь новую строишь. Ну, и думаешь, слышишь, болотников говорит, что скоро Вавилон завалится. Услышал? Пора сваливать отсюда. Хорошо, конечно, мыслим. Ну, знаете, я это не говорю с неуважением. А я сам такой. Мне тоже пишут. Вот, ты уехал. Знаешь, ну, я уехал, сколько уже я уехал? 25 лет как уехал. С Украины в 93-м году мы уехали. в Заокске мы жили пять лет фактически, но мы даже прописки не имели. Поэтому, ну, вот, оказались здесь. Поехал на учебу, так сложился, так Бог расположил. Каждого Бог располагает. не надо искать, куда свалить. Не надо. Не делайте этого. Не, знаете, есть такое украинское слово звучное «маячня». Ну, вот. Переводится на русский язык, оно как чушь, но оно звучное в том плане, что оно звучит, как вот мы себе создаем что-то наше вот это вот состояние неспокойствия, но тогда маячим себя мозгами сами себе, морочим мозги, маячим мозги, понимаете? У нас получается в мозгах маячня. Куда? Чё? Покоя в сердце нет. Понимаете? Покоя в сердце нет. потому что мы начинаем не с того. Мы мыслим как в мире. А в мире мышление такое. Рыба хочет где глубже, а человек где лучше. А как Христос учит? Вот это вопрос. Вместо того, чтобы мыслить категорией этого мира и жить подобно рыбе, давайте-ка мы включим свои человеческие мозги, которыми нас Бог наделил. А эти мозги Дух Святой должен был осветить и научить, чтобы они молились. И каждый вечер перед сном обязательно, если у вас вот в голове такая маячня происходит, происходит. А я знаю, что у многих в головах это маячня происходит. Это маячит. Куда я правильно, неправильно, я правильно, неправильно, что мне делать? Встаньте на колени и скажите, Господи, я здесь нахожусь, я хочу тебе служить, помоги мне увидеть, какой у меня духовный дар и чем я могу тебе служить здесь, где я нахожусь. Вы знаете, я вам гарантирую сто процентов, я не могу вам гарантировать, что вы мгновенно получите ответ, но я сто процентов гарантирую, две вещи вам, вам Иисус даст ответ на этот вопрос, он вам даст ответ на этот вопрос, а второе, если вы его с доброхотливым сердцем примете, то у вас в голове прекратится маячня, вам будет мир в сердце, как Иисус обещал, придите ко мне труждающиеся и обремененные, труждающиеся в этом Лос-Анджелесе, понимаю, жил в Нью-Йорке, знаю, как жить в таких мегаполисах, и обремененными билами, поиском работы, чего-то еще. Если вы зададите вопрос Иисусу, покажи, Господи, как ты хочешь меня использовать, у вас будет обещанный покой. У вас будет обещанный покой. Потому что каждому дается дар Святого Духа. К чему я это говорю? Вернемся Иоанна 17 глава с 14 текста. 15 смотрим. Еще раз смотрите. Не молю, чтобы ты взял их из мира. Понимаете? у нас в адвентизме есть свои тараканчики. Вот по поводу давайте бежать из городов. Компиляции там издали «Сельская жизнь», компиляции читали такое. Вот. Ну вообще если прочитать источник этих компиляций то есть там впервые есть такие вещи есть такая книга «События последнего времени». Вот. Но я почему говорю? Вы должны понимать друзья мои что вот эти вот компиляции это не оригинальные труды Эллен Уайт. это набор цитат, которые кто-то сложил в определенном порядке, так как он считает это нужным. Не обязательно правильно. В этом проблема. Мы просто часто берем написано на обложке Эллен Уайт. и мы себе часто неверно представляем, что каждая страница была задиктована ангелом по ночам Эллен Уайт. Она писала утром приносила секретарям в печаль. Так не было. Вот. Может быть когда-нибудь другой раз вот или я или кто-нибудь расскажет как оно все в реальности было и как Эллен Уайт совершала свое пророческое служение. Но представление о том, что она страницами писала по ночам и это все как говорится вкладывалось в книги, которых очень много вот это неправильное представляемо. Когда вы видите год издания там сразу понятно, что это было после ее смерти. Да, если кто-то не знает Эллен Уайт умерла в 1915 году. Поэтому если вы видите книгу Эллен Уайт и ее год издания 1956 вы же понимаете, что это уже кто-то делал после ее смерти. Ну, часто по своему усмотрению выбирал какие-то выборки и раскладывал их в определенном порядке. Ну, подобные вещи они хороши, но для до определенного как говорится момента. Потому что иногда может сложиться абсолютно неправильное представление. В частности, вот эти идеи «Оставляем города». Друзья мои, если внимательно вчитаться в то, что Эллен Уайт писала «Почему нужно оставлять города» и именно в том контексте, в котором она жила в то время, чтобы понять контекст, любая такая компиляция, у нее есть дальше ссылочка, откуда взято. Оригинальные труды Эллен Уайт, вот то, что реально из-под ее пера выходило, это называется историки классики, это манускрипты, ну, рукописи. То есть, как выглядят рукописи Эллен Уайт? Даже есть издано на английском языке, вот, элементарно все это можно разобраться. То есть, есть, значит, многотомник, по-моему, 15 или 16 томов, называется сборник рукописей. Так? То есть, рукописи, в этих рукописях вы даже книгу, как «Желание веков» вы не найдете. Это уже потом работа редактора в редакции. А рукописи, которые, вот, то, что, вот, она часто говорила, «Ангел Господень не открыл», там, «Мне было открыто», вот она это записывала. Это все написано в двух типах документах. Личные письма и манускрипты. Личные письма понятно. То есть, тут желательно понимать, какого времени письмо и кому оно адресовано. Вот. И понять, потому что обычно в письме описывается полная проблема. Очень часто, чтобы понять эту проблему, ну, в принципе, как и читая Библию, читая книгу пророка Исаия, вы не разберетесь, о чем говорит пророк Исаия, если не почитаете соответствующие главы в четвертой книге царства и во второй книге про Липоминон. Кто был такой царь? Озия, а кто был Иофам, а кто был Ахаз? То же самое здесь. Открываем личные письма, которые писала Эллен Уайт кому-то, смотрим на годы, надо посмотреть, а что происходило в те годы в церкви. И тогда мы начинаем понимать их контекст. Если мы их контекст так... А манускрипты или рукописи, это в основном проповеди, это статьи в ревью и другие вот такие вещи, которые она постоянно это все писала. Но все это очень привязано к историческому контексту истории нашей церкви. Если мы не понимаем историю нашей церкви, то мы можем... То очень часто многие вещи будут пониматься неправильно. отсюда возникает перекос и фанатизм. Вот. Что идет нам не на пользу. И вот один из таких вот, я бы сказал, самых ядовитых плодов этого фанатизма это идея покидайте города. Покидайте города. Знаете, я прожил в Бруклине пять лет, но Бруклин тяжелый город для проживания. Его хотят покинуть. Каждый раз в церкви, вот, ты помнишь, да, все эти разговоры у нас, вот, самый большой праздник это когда кто-то дом где-нибудь в Пенсильвании купил. Всем хочется покинуть города. А я себе думаю, дом в Пенсильвании купил, хорошо, как часто будешь сюда приезжать, и как Господу будешь служить в этом доме в Пенсильвании. Понимаете? Как Господу будешь служить? Не молю, чтобы ты взял их из мира. Не молю. Понимаете? Вот. Как Господу будешь служить туда, куда убежал? Вот в чем вопрос. Понимаете? А когда в церкви остаются три пенсионера, что эта церковь может сделать? И какой миссию совершить? Понимаете? Но вот эта идея, знаете, я вам приведу пример за примером того, как Бог не благословлял подобные шаги. Когда Эллен Уайт писала там про города, она писала это в контексте того, как выглядели и представляли себя города 19 века американские, в которых в основном были порты. Ну, в портах, понятно, были одни бары и публичные дома. Естественно, из таких городов надо было бежать. Но куда они бежали в то время? Они бежали на Запад, потому что все население Америки и все эмигранты осваивали эти территории. Когда Эллен Уайт писала «Бегите из городов», 90% населения Новой Англии, которое было там, где они жили в первые годы адвентизма, это было сельское население, это были фермеры. И население двигалось осваивать новые земли. Поэтому из Новой Англии адвентистская весть переместилась в Мичиган. Мичиган это был фронтир такой, передний край, и тоже его ослали. Постепенно, постепенно адвентисты дошли до Орегона. Они шли с населением. А сегодня мы идем против населения. потому что динамика населения совершенно поменялась. Что такое сегодня маленький городишко в Америке? Ну, я вам расскажу историю про Украину. По-моему, то ли из Днепропетровска, то ли из Кривого Рога. Сестрички почитали вот эти компиляции. Они еще... Ладно, еще события последнего времени. Это профессионально сделанная компиляция. А есть же абсолютно непрофессионально сделанные компиляции не из Генеральной Конференции. То там вообще мозги просверливают идеями так, что у народа крышу начало сносить, извините, пожалуйста, за такой жаргончик. Вот. Это 90-е годы, я помню. сестрички начитались, как плохо в городах, попродавали свои квартиры, с церквей своих попереезжали, переехали в глухое село. Знаете, с чем они самое первое столкнулось? С великим разочарованием. Потому что любое оказывается на селе, они столкнулись. Вот они продали квартиры, у них деньги были, доллары были, а на селе эта валюта не ходила. Знаете, какая валюта ходила на селе? Горилка. И все. У тебя там что-то, какая-то авария, ты несчастная пенсионерка, ясно, ничего не сделаешь, зовешь с хоседа, то сосед готов помочь, только налей мне, пожалуйста, и не 100, и не 200. Понимаете? А что такое сегодня сельская Америка, друзья мои? Я поездил по сельскому Орегону, там никто не трезв, все находятся под влиянием. Знаете, чего? Конопелечки, конопелечки. Они же определили, Орегон это был самый первый штат, который легализовал употребление и продажу марихуаны. в свое время я это самое скунс, да, может выплюнуть такое вот, как это сказать, выстрелить эту жидкость свою, оно так попахивает, ну, думаю, что-то скунсов очень много завелось. понимаете, скунс на Вагая там можно было наехать на скунса, а тут едешь по Орегону как-нибудь в вечернее время, там где-нибудь за горами туда, к Метфорду поближе, Гран-Пасу, одни скунсы, понимаете? Вот. Ну, народ, конечно, еще больше решается. Один знакомый в Орегоне у меня говорит, у меня в Айдахе такая хижинка есть, там все есть. Вот, там, говорит, все есть. И запасы продуктов, и запасы оружия и патронов. меня голыми руками не возьмут. Понимаете? Мышление. Друзья мои, как нам противостоять лжи? То есть, прежде чем нам быть, понимаете, мы начали нашу проповедь с вопроса, готовы ли вы к пришествию Христа. Там готовиться долго не придется. Надо быть готовым сейчас противостоять лжи. Если вы научитесь это делать сейчас, то тогда вам будет легче. И когда вы увидите Христа на конец облачка и на облачке ангелов и так далее, то для вас это неожиданностью не будет. Как тать приходит не Христос, он не вор. тать приходит до Христа и очень неожиданно так подкрадывается, что не замечаем, как наши мозги начинают превращаться в неизвестно что, и я ужас меня берет, когда я слышу некоторые люди, что думают. У меня последний раз, значит, когда у меня успокоилось, Господи, Ирона мама, вот, я решил немножко сказать ее некролог в одном из эфиров и написал, что она родилась в семье колхозников, которые были жертвами сталинского режима. Что мне там написали? Что мне там написали? Я сначала удивился, а потом решил проверить и написал этим писать. А много таких оказалось? Много! Им задал вопрос всем, скажите, пожалуйста, вы ходите в церковь? А то они меня начали говорить, что я вот такой нехороший, как проповедник может так плохо говорить о вождях, потому что написано всякая власть от Бога. А я думаю, а кто это так пишет? может это православные? Спросил, а в какую церковь вы ходите? Можно полюбопытствоваться? Написали? Угадайте с трех раз, в какую церковь те, кто меня позорили, значит, вот, что я негодящийся, там, не по-христиански поступаю и церковь разделяю Божью. угадайте с трех раз, или первого достаточно? А я вот себе и думаю, все же любят, все же говорят, читаем книгу «Великая борьба», а что же они там читают? А что же они там читают? Я знаю, что они там читают, вот, что они, смотря в книгу, делают вид, вот, почему? А потому что такие же люди, у них все, что они «Великая борьба» вычитали, там, Папа Римский и теория заговора, понимаете? Папа Римский главный герой «Великой борьбы», как это сказать по-русски, по-английски легко сказать, «They missed the main point», а не так, они не заметили самого главного. Извините, а 95 тезисов Мартин Лютер прибивал, тогда можно было, а сейчас нельзя высказываться? А что в этих 95 тезисах написано? Понимаете? вы что, ребята? Что вы в силу свою, вот одна мне пишет, 30 лет адвентистка, что ж ты все эти 30 лет делал? Ну, или у меня, конечно, есть нехорошее подозрение. Мои нехорошее подозрение заключается в том, что сегодня скафедр такое говорят. Не будем говорить где и кто. И не будем скафедры говорить почему. Но причину знаем. Вот. Поэтому все поменялось. Ехал сюда, слушал интервью Петра Кулакова. Объяснять, кто такой Петр Кулаков не нужно здесь, правда? Вот. Слушал интервью Петра Кулакова. Он рассказывает, как было в советское время, как ему устраивали темную за то, что он не повесил на себя звездочку октябрятскую, не стал внучком Ильича. Ну, потому что он в 7 лет Петр Михайлович Кулаков понимал, что такое истинная вера Христова и что такое адвентистское вероучение. Он уже понимал, поэтому не навесил на себя портретик Володи Ульянова, который в советское время подменял младенца Иисуса. Вдумайтесь, вдумайтесь, те, кто ходили. Я это очень хорошо знаю, потому что когда на мне эта звездочка висела и чему нас учили, я знаю очень хорошо. Понимаете? Я слышу, как хорошо было в Советском Союзе, говорю. Вот это ты, верующий в поколениях, тебе резко хорошо было в Советском Союзе? А я почему возмущаюсь, я вам скажу, у меня это вопрос, я очень многие эти вещи говорю на эмоциях, почему у меня эмоции возникают? Ну, можете винить Михаила Петровича Кулакова, потому что в 90-е годы в Зоокске он очень много рассказывал нам про сталинский режим и про притеснение те церкви. Можете винить Виталия Ивановича Пролинского, Владимира Витальевича Пролинского, Николая Арсентича Жуколюка, Павла Андреевича Мацанова, Михаила, забыл по отчеству, Зазулина и его супругу Августину Иванну. Дальше называть имена? Михаил Семенович, спасибо. Дальше называть имена? Они все нам рассказывали в 90-е годы, как им в кавычках было хорошо в Советском Союзе. Я на этом воспитан. На чем сегодня эти умники воспитаны? Мы знаем ответ. Мы знаем, на чем сегодня в 24-м определенные люди воспитаны. Но я это рассказываю вам не для того, чтобы свои эмоции излить. Я это рассказываю вам для того, чтобы нам понимать, а к чему нам готовиться-то надо. А готовиться-то надо к тому, что есть в мире товарищ, описанный Иисусом как лжец и отец лжи. А ложь очень просто выясняется. Я задаю простой вопрос. Я пришел в церковь в 91-м году, и меня в церкви учили вот эти вышеперечисленные люди. Как жилось в СССР? И что с ними сделал Сталин? У них не было проблем там и аргументов любите врага своего. Понятно, что своих охранников они не вынашивали злобу и так далее, но они умели назвать, где есть добро, где есть зло, потому что прекрасно понимали, что весть первого ангела поклонитесь Творцу, она направлена была для того, чтобы противостоять идеологии марксизма, который 70 лет создавал мракобесие в СССР. И если сегодня адвентист седьмого дня говорит, что об этом нельзя говорить, и что ему было хорошо в колхозах и на ударных комсомольских стройках, то я задаю себе вопрос, извините, кто сегодня лжец? Эти люди, которых я упоминал, или то, чем сегодня мы питаемся? Задайте себе этот вопрос. Если не хотите, если я уже тошню всех рассказами про СССР и упоминаниями РСССР, то задайте себе вопрос, поройтесь в своей памяти, вспомните, что говорили проповедники, которые были еще живы в 90-х годах и рассказывали это все от Кулакова до Зазулина. Вот. Потому что если вы считаете, что я там непонятно что-то все вынашиваю, ну то они меня научили таким быть. воспоминания почитайте, книга по тернистому пути такая, видели, помните такую? Ну вот. Понимаете? Вот тут вопрос. Очень хотим быть готовыми к пришествию, надо сначала стать готовыми к тому, что будет перед пришествием. А перед пришествием уже пришло. Уже видно. Кто-то ожидает официального объявления закона о воскресном дне. Друзья мои, не думайте, что сатана глупец. недооценивать своего противника себе же во вред. Вчера мы размышляли о возможном сценарии краха Вавилона. по-моему, на стеночке написан, как выражаются американцы. Из Даниила выражение writing on the wall. Да? То есть, если эта страна выплачивает проценты по внешним долгам, ну, это не называется внешний долг, государственный долг. Если эта страна выплачивает проценты по государственному долгу 1,3 триллиона долларов в год, вот, только проценты, то сколько это может продолжаться, прежде чем это все завалится? А вы знаете, куда вкладываются американские облигации? То есть, вот, американское казначейство, выпускает облигации, оно получает деньги, эти деньги вкладывает, знаете, куда? Прежде всего, в выплаты SSI, выплаты пенсионерам Social Security, помощь по медицинским страховкам, фудстемпы, то есть, это все вот эти деньги одолженные, они вкладываются в принципе, потому что надо платить, людям пообещали, то есть, это нерешаемая задача математически, но Бог так ведет, что сделаешь, математически нерешаемая задача, вот, эти деньги вкладываются именно сюда, то есть, если будет дефолт, а дефолт это означает, что правительство Соединенных Штатов, местные власти штата Калифорнии, городские власти города Глендейла, Лос-Анджелеса и так далее, не смогут где взять средства на оплату, на выдачу, на помощь социальную, вы понимаете, что это будет? Это будет голод. Такое уже было, друзья мои, Великая Депрессия 29-го года, люди выстраивались в очереди за бесплатным супом. Вот. Вы спросите, а кому должна Америка? Сегодня облигации государственного займа, или как их называют по-простому, бонды, они считаются и ретингуются как самая безопасная консервативная инвестиция. Они не приносят большие доходы, проценты, но в них вкладываются, чтобы получить деньги обратно. Знаете, кто так вкладывается? Пенсионные фонды. То есть, если кто-то из вас работает на такой работе, которая имеет бенефит и вкладывает деньги либо 401k, либо 403k, откройте пенсионный фонд, там типа Fidelity или похожая такая вот пенсионная организация, откройте и полюбопытствуйте, куда вкладывается ваш работодатель, вернее, ваша пенсионная компания, которую ваш работодатель вкладывает в вашу пенсию, куда она вкладывается? вы увидите большой процент, называется Federal Bonds, то есть, это облигации. Понимаете? Если начнется Великая Депрессия 29-го года началась с краха на рынке акций, это на Уолл-Стрите. И началась этот крах породил панику. Паника породила то, что люди побежали с банков деньги забрать. Забрали очень немногие. И весь Нью-Йорк выстроился в очереди за бесплатным супом. Понимаете? Очень вероятно один из возможных сценариев может выглядеть очень похоже. Будет паника, но только на бондовом рынке, на рынке облигаций. То есть побегут брать деньги, которые в облигациях. Ваши родители когда-то имели облигации госзайма? После войны Сталин покупал, да? Что от них осталось? Помните? Дырка от бублика осталась. Вы понимаете, что будет, если выяснится, что от американских облигаций, которым доверяет весь мир, останется дырка от бублика? Это будет плохо. Друзья мои, это будет плохо. Вот. Но к этому надо быть, надо понимать, надо себе отдавать отчет. Поэтому не рассчитывайте, что где-нибудь там на небе появится объявление «Наконец-то закон о воскресном дне пришел». Не рассчитывайте на то, что Папа Римский выйдет на трибуну этого собора Святого Петра и скажет «Ну что, всех воскресенье». Знаете, как может быть здесь, в Америке? Там, во многих странах, там вообще этого не нужно. Зачем сатане тратить лишнюю энергию там на всякие такие страны, которые уже сегодня, вон там, типа Эритрея, где сидят пастора без следствия и суда уже 27 лет, 40 пасторов посадили, там вот такое государство, зачем там закон о воскресном день? Там уже верующим так плохо, что мало не покажется. А вот здесь верующим очень хорошо. Правильно? Но пока хорошо. Правильно? А будет, когда это все завалится и Вавилон падет. Вопрос всегда, знаете, у кого в кастрюле суп, потому что очереди-то в Нью-Йорке выстраивались за бесплатным супом, правильно? А кто мог позволить себе в то время варить суп для бедняков? Знаете? церковь, 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 Я внимательно слушаю проповеди другие, потому что братья-христиане, они не глупые ребята, особенно те, которые в политике участвуют. Они не глупые ребята. они знают, чем закончится эта финансовая пирамидочка. И они готовятся, у них надежно есть, там есть умные люди, которые надежно имеют средства, и хорошие, искренние люди. Они знают, что когда завалится медикейд, нужно будет чем-то больницы благотворительные оплачивать. У них на это деньги будут. Когда завалится программа по футстемпам, они знают, чем заполнить футбанки и будут приглашать людей, всех будут приглашать в футбанки, но только с одним условием. Как на евангельской компании мы делали. Кто приходит человек на программу, моему карточку даем, и стоят сестрички диаконисы с компостером, кто десять отверстий в карточке заработает за двадцать лекций, тому подарок бесплатно Библия. Как вы думаете, если церковь на улице будет супом кормить, медицинские услуги оказывать обездоленным, которых будет огромное количество, которые сегодня никак не обездолены, а имеют работу, они ее потеряют из-за финансового краха. Как вы думаете, как будет церковь оказывать эту благотворительность? Взамен возьмите карточку, зайдите в воскресенье в ближайшую церковь, которая у них в реестре зарегистрирована как правильно, потому что мы, адвентисты седьмого дня, у них уже в культах ходим, то есть в культ нельзя ходить, потом приходите в больницу, мы вам поможем. Понимаете? Вот так оно будет под христианским соусом, христианская благотворительность все это будет. Ну, можете не слушать меня, это мое предположение, я не пытаюсь это из Библии говорить, но сценарий один из вполне возможных сценариев. Вот, потому что даже в книге «Великая борьба» написано, что всех будут призывать ходить в церковь по воскресеньям. А как ты этих представителей ЛГБТ комьюнити зазовешь церковь, тем более консервативную? Голод не тетка. Как гормональные препараты посоздают тебе проблемы, будет больно, лечить надо. А пока денежки были, бесплатно гормоны повыдавали на всю свою жизнь. А последствия будет в христианских больницах отлечивать. Ну, только ты приди, отметься, что ты в церкушке-то побывал в воскресенье, потому что надо молиться за Америку, потому что Америка в беде из-за грехов. Вы понимаете, как звучит ложь красиво? Все хорошо, только там чуть-чуть лжи. А сами знаете, что может сделать ложечка дегтя. А что нам делать и как к этому готовиться? Друзья мои, конечно, кому-то может быть захочется бежать в какую-нибудь сельскую местность срочно, но уверяю вас, на основании 138 Псалма вы далеко не убежите. Закончится у вас бензинчик в автомобиле. Готовы ли вы, как амиши, сесть на возик? Вот. Ну, может быть, заготовить уже сейчас где-нибудь лошадочки? Понимаете, насколько реалистично сегодня? знаете, сколько стоит участочек земли, где можно расположить стойло и двух лошадочек? Хорошей зарплаты в Лос-Анджелесе вам может не хватить. Поэтому, друзья мои, давайте не будем наивными, вот, а прочитаем Псалом 36-й и стих 25-й. И здесь сказано, «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его что? Просящих хлеба». То есть, если у нас будет крепкие взаимоотношения с Богом, то тогда просить бесплатный суп в обмен на посещение воскресного служения, где там отмечают лояльность, Бог обещает позаботиться, чтобы не приходилось этого делать. Но нужно сильно доверять Богу. Понимаете? Вот это второе принцип готовности. То есть, первый принцип противостоять лжи, а второй принцип иметь доверие Богу. чтобы когда при первой трудности у нас не возникла паническая атака, чтобы мы не начали метаться и маячиться. Понимаете? Доверие Богу. 26 текст. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его благословений будет. То есть, это тоже будет очень важный момент. Не просто просить хлеба, еще будет дать милость и помочь другим. Но нужно доверять Богу. Вопрос, а как нам противостоять станинской лжи? Вернемся к нашему исследуемому тексту. То есть, Бог ожидает, что мы будем в этом мире. Понимаете? Мы будем в этом мире. Бог этого ожидает от нас. Богу мы не нужны там, где до твоего ближайшего соседа 10 миль, а мы сидим отсиживаемся. Богу нужны мы здесь, потому что сегодня поле находится здесь. Колоски сжинать мы вчера говорили. Кто будет? Понять? А что нам нужно, чтобы быть способными сжать колоски? Читаем дальше. Не молю вас, не молю, чтобы ты взял их из мира, это мы разобрались, но что молит? Первое. Сохрани их от зла. Покажите нам, пожалуйста, этот стих. Так? Они не от мира, как и я не от мира. Как сохраниться от зла? Иоанна 17, 17. Освети их чем? Истиной Твоею. А что есть истина? Слово Божье. Это то, что мы должны делать каждый день. Изучать, изучать и освящаться Словом Божьим. Аминь? Помолимся. Насвяти нас, Господи, истинною Твоею, чтобы Слово Твое всегда было на устах наших, чтобы мы не пускались в фанатизм и не пускались в суету, чтобы мы имели мир в сердце и твердое доверие Тебе, нашему Господу и Спасителю Иисусу. Аминь. Иисусу. Аминь. 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 Аминь.